В этом году к всероссийской акции «Сдаем вместе» присоединились родители 11-ти классников из 39-й школы города Рязани. По их мнению, такой эксперимент поможет лучше понять детей и пережить стресс, который испытывают ребята. В этом году дочери предстоит сдавать единый государственный экзамен. Когда я заканчивала школу, мы сдавали выпускный экзамен немножко по-другому. Естественно, ребенок нервничает, претендует на золотую медаль, хочет поступить в хороший вуз. Есть много нюансов, и мне хотелось бы понимать эти нюансы досконально, чтобы помочь ей, чтобы создать нормальную атмосферу, чтобы хорошо взаимодействовать с учителями, с преподавателями, понимать, как проходит это ЕГЭ, и объяснить ей, что в этом нет ничего страшного, что самое главное – сосредоточиться и сдать нормальный экзамен. В этот день в школе все было по-взрослому, как на настоящем экзамене. Никаких поблажек даже родителям. Организация экзамена точь-в-точь, как у детей. Проход через рамки металлоискателей, измерение температуры, распределение по классам, инструктаж. Кстати, телефоны перед экзаменом тоже обязательно сдать. Все строго. У нас сегодня проходит акция ЕГЭ для родителей, в которой участвуют родители выпускников школы города Рязани. Родители сейчас сначала придут, их проверят на ходе в ППР, пропускной режим у нас организован, проверят паспортные данные, направят в аудиторию, в аудиторию еще раз проверят у них паспортные данные, у них уже есть рассадка, то есть за каждым закреплено в определенное место. Родители сядут на свое место и начнется экзамен со структажа, с печатанием материалов экзаменационных. Сейчас объявили, какой экзамен мы будем сдавать, будем сдавать базовую математику, да, немножко волнительно. У медали две стороны, в чем-то есть и плюсы ЕГЭ, что можно поступить в любой вуз страны, и можно подать документы, куда тебе нравится, куда тебе хочется. Возможно, когда мы сдавали по билетам, это было немножко проблематично. Ну и то, как нервно детям готовится, как они в течение, наверное, двух лет, 10-й, 11-й класс готовятся ко многим предметам, для них это сложно, волнительно, трудно, и это, наверное, минус ЕГЭ. Стресс у родителей, как говорят они сами, порой даже посерьезнее, чем у выпускников. Впрочем, как говорят сами взрослые, экзамен – это еще и некая семейная психотерапия, когда мама и папа груз ответственности разделяют вместе со своим ребенком. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».